МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Персональный акцент». С наступлением весны растет не только градус атмосферного тепла, но и политического противостояния. Прошедшее пленарное заседание парламента тому доказательству. О сути и причинах депутатского противостояния, чьи интересы отстаивают сегодня депутаты правящего большинства, поговорим с депутатом парламента, исполнителем и секретарем партии социалистов Владом Батринчевым. Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня парламент отклонил инициативу, я уже позволю, так сказать, с учетом того, что каждая минута дорога и в нашем эфире, и в вашем депутатском времени. Поэтому, так сказать, сходу вопрос. Сегодня парламент отклонил инициативу главы государства об аннулировании закона, который перекладывает на плечи граждан вот этот долг по украденному миллиарду. Эта инициатива активно поддерживалась партией социалистов. И как вы расцениваете шаг парламентского большинства не поддержать? Это, в общем-то, благует для наших граждан инициативу. Ну, конечно, сложно сказать, что это было непредсказуемо. Это было, наверное, ожидаемо, учитывая то, что мы им сегодня напомнили, что прошло уже более двух лет с момента вот этой кражи века. Генеральный прокурор говорил о том, что там 177 фигурантов уголовных дел, при этом он отказался назвать хотя бы одну фамилию, даже публичную. И тем не менее мы видим, что единственный случай, вот такой публичный, серьезный, это случай Филата. Но, опять же, он ни о чем не говорит, потому что Филат, в конечном итоге, был осужден на 9 лет за коррупцию, а не за банковские махинации и не за прямое участие в краж века. Из того, что сегодня суд предъявил Филату, мы видим, что там фигурирует порядка 20-30 миллионов долларов. И, соответственно, эта сумма и даже близко не удовлетворяет общественное мнение. Что касается других фигурантов, мы видим, как свободно гуляет Дарин Драгусан, человек, который, будучи главой Насбанка, и в прямые обязанности которого входило предотвращение подобных махинаций, парламент удовлетворил его требования добровольной отставки. И более того, так как он отставился добровольно, он еще и получил полмиллиона лей компенсации от государства. Мы видим, как и другие фигуранты публичные, бывшие премьер-министры, вообще три правительства. Одно из правительств 9 миллиардов в секретные распоряжения, второе 5 миллиардов в секретные распоряжения. Правительство Лянка, помимо этого, и правительство осуммировало ответственность, и под свою ответственность приняло изменение в закон о Насбанке, что позволило правительству давать прямые директивы Нацбанку, давать правительственные гарантии под кредитование частных банков. Мы видим, что все эти герои благополучно находятся в публичном пространстве, никто из них не привлечен к ответственности. Мы видим, что реального возврата денег нет. Мы видим, что они уже даже не пытаются эти деньги вернуть. И, соответственно, правительство сделало четвертый шаг, а именно собственным решением приняло закон, по которому переложило на плечи граждан украденные миллиарды. Таким образом, людей обокрали дважды, один раз через банковскую систему, и второй раз через перекладывание денег в публичный долг. И в конечном итоге мы понимаем, что публичные деньги – это деньги налогоплательщиков. Да, конечно, мы ожидали подобную реакцию сегодня, но инициатива президента была поддержана фракцией партии социалистов. И была поддержана еще десятью депутатами парламента. Мы еще раз продемонстрировали нежелание нынешней власти что-либо качественно решать или качественно менять. Мы еще раз показали, что в рамках нынешнего парламента мы никогда не добьемся, правда, по миллиардам, никогда не добьемся чего-то реального. И мы еще раз им сегодня повторили о том, что именно их нынешнее решение, отказ голосовать за инициативу президента – это фактически еще один аргумент в пользу досрочных парламентских выборов. В конечном итоге все эти деяния, антизаконы, в том числе и кражи миллиардов, проходило при прямом участии, либо при прикрытии власти, той власти, которая находится семь лет последние. Еще раз общественное мнение. Люди увидели демократическую партию Молдовы, увидели страусиную политику других фракций, которые гладили только против шерсти нынешнюю власть. Но, к сожалению, имеем то, что имеем. Вывод основной – мы будем добиваться аннулирования этого закона правительства посредством референдума. И мы абсолютно убеждены, что данный референдум пройдет успешно. И это будет тоже… Ну вот кто-то говорит, а вот типа вы там недостаточно боевитый, вот вы что, не знали, что это будет? Да, догадывались, знали, конечно. Но тем не менее нам надо было идти по этой повестке дня. Первое. Второе. Мы хотим получить очень важный, очень нужный опыт, а именно когда граждане посредством референдума могут решить такой насущный вопрос и отменить непопулярное, антисоциальное и вообще антиюридическое, антиправовое решение. Как вы думаете, вот те депутаты, которые не поддержали инициативу благо государства, чего они боятся? В чем их главный аргумент? Да очень просто, Станислав. Они боятся на самом деле публичности в деле миллиардов, они боятся собственной ответственности. Они прекрасно понимают, что для них голосование за подобную инициативу – это ящик Пандоры. То, что тогда начинает опять активизироваться прокуратура, тогда ставится задача, ведь эти деньги надо возвращать, они чувствуются, их отсутствие в банковской системе и в экономике страны, оно очень сильно ощущается. По-любому эти деньги надо возвращать, по-любому без возврата этих денег нас ждет коллапс. Но они прекрасно понимают, что если это не будет гарантией публичного долга, как требует МВФ, то тогда придется возвращать кому-то эти деньги. И они прекрасно понимают, что тогда за лянкой пойдут и другие, другие простые премьер-министры. Игорь Бурич, которого поддержала партия коммунистов, и Кандо, который очень активно фигурирует в ряде мероприятий, следствия и так далее. Они прекрасно понимают, что там фигурируют очень многие демократы. Они прекрасно понимают, что там фигурируют либералы, потому что мы же понимаем Драгусану и прочее. Поэтому у них элементарный инстинкт самосохранения, они прикрывали. Многие из них были министрами, которые голосовали за секретные распоряжения правительства и выделяли из Национального банка деньги в коммерческие банки группы ШОР. Поэтому у ребят на самом деле рыльцы в пушку, что называется, и их интерес состоит в том, чтобы эта история как можно скорее забылась. Но ведь они не могли не понимать, что вот это, как сказать, голосование, неголосование, то есть их неподдержка этой инициативы, это практически признание в соучастии. Ведь этого они не могли не понимать. Да, это так. Именно поэтому мы сегодня предложили номинальное голосование по этому законопроекту, по этой инициативе президента. Мы добивались того, чтобы каждый депутат был зафиксирован и не только в стенограмме парламента, но и все-таки заседания сегодня, слава богу, публичные. Номинальное голосование предусматривало бы, что каждый посредством своего индивидуального микрофона озвучил бы собственную позицию. И люди бы еще раз пофамильно зафиксировали, кто что из себя представляет. Конечно, для них гораздо проще вот такое анонимное голосование. Знаете, как в парламенте голосуют «за» и все. Нету, ни воздержались, ни против. И, соответственно, они не проголосовали «за», но они нигде как бы не зафиксировали. Номинальное голосование предусматривало бы, что каждый депутат озвучил и зафиксировал бы свою позицию. Но они боятся за анонимное голосование. Буквально накануне молдавское общество ошарашило такое беспрецедентное решение молдавских властей запретить поездки государственным чиновникам в Российскую Федерацию. И свое решение Андриан Канду и Павел Филипп мотивируют тем, что наших чиновников регулярно останавливали, допрашивали, обыскивали на российской границе. Сегодня парламент тоже не поддержал инициативу социалистов провести службу с участием руководства Министерства иностранных дел и европейской интеграции по этому вопросу. Как вы думаете, что за всем этим стоит? На самом деле произошел некий нонсенс, потому что вчера посла России в Молдове, господин Мухаммедшин, не пригласил министра иностранных дел, так как принято в дипломатическом протоколе и в правилах его пригласили председатель парламента и премьер-министр. И, соответственно, они вручили ему эту ноту собственную, не ноту, подготовленную МИДом, специалистами, которые понимают формулировки, которые понимают повестку дня и так далее. Мы, конечно же, потребовали отчета в первую очередь МИДа, потому что это учреждение, которое напрямую несет ответственность за выстраивание повестки дня с нашими партнерами за рубежом. Мы хотели, конечно, продемонстрировать, что МИД не в курсе, как и общественность, как и депутаты, как и правительство, не в курсе того, что там в той ноте Канду и Филиппа, кто ее составлял. Мы потребовали этих публичных слушаний для того, чтобы понять, какие случаи, на которых ссылаются в этой ноте. Но однозначно можно сказать, что с точки зрения дипломатического лексикона, те выражения, которые были в этой так называемой ноте, они очень жесткие, они очень некорректные. Так в дипломатическом мире не стесняются. Там обвинения в адрес отдельных российских служб. Мы хотели понять, что происходит, какие те случаи, на которые ссылаются Канду и Филипп, и по каждому этому случаю надо беседовать. Почему мы подняли этот вопрос? Потому что мы все вместе являемся свидетелями того, что наметилась положительная динамика в развитии молодо-российских отношений. Есть существенные усилия президента Республики Молдова. Мы видим, что решаются вопросы, слава богу, мигрантов. Это очень актуально для молдавской экономики. Экспорт продукции, извините. Экспорт продукции и так далее. На фоне этого всего тут кто-то кидает вот такую информационную бомбочку. Поэтому мы хотели разобраться. Но и в данном случае наш анонимный парламент не поддержал эту инициативу. У нас все решается абсолютно анонимно. Услышали фамилию Канду и Филиппа, и все, и страусиная политика. Но мы можем воспринимать отсутствие желания поддержать эту инициативу как некий саботаж в улучшении молодо-российских отношений. Ну, в целом, растущий градус отношений между Молдовой и Россией. Как-то скажется такой дембарш спикера и премьера? Ну, мы, конечно, предпринимем попытки урегулировать эту ситуацию для того, чтобы не саботировать тот переговорный процесс, который наметился. Для того, чтобы мы и дальше могли улучшать молодо-российские отношения исключительно в интересах молдавских граждан. Исключительно в интересах молдавской экономики. Исключительно в интересах Республики Молдова. Потому что, в первую очередь, те вопросы, которые были обсуждены на встречах глав двух государств, они касались, давайте скажем честно, больше наших молдавских интересов. Сегодня, по нашей информации, Игорь Николаевич давно пригласил посла Фариду Баракшевичу Мухамедшина. И он уже предпринял определенные действия к тому, чтобы нивелировать каким-то образом вот эту ситуацию, для того, чтобы объясниться, для того, чтобы не допустить эскалации напряжения в отношениях двух стран. Да. Ну, вот интересует позиция партии социалистов еще по такому тоже довольно ошарашивающему решению молдавского правительства. Подписание договора о концессии на разведку и добычу нефти и газа на территории нашей страны. Концессия, я так понимаю, речь идет о добыче сланцевого газа. Концессия практически 40% территории Молдовы на 50 лет. Позиция социалистов на этот счет. Ну, знаете, Станислав, что можно сказать? Да, мы говорим о захваченном государстве. Я государстве, которое находится под прямым внешним управлением. Там, где у нас за 6 минут открываются антронаты, втягивают нас постоянно в какие-то геополитические разборки. Игреши. Ну, безусловно, это еще один шаг по колонизации Республики Молдова. И наши колонизаторы решили определить, что там у аборигенов с полезными ископаемыми. Есть ли у аборигенов нефть, есть ли у аборигенов газ и так далее. Конечно, в том же абсолютно нетранспарентном, закрытом режиме, то есть граждане узнают обо всем, в том числе и депутаты парламента, и в том числе и исправящие коалиции. Узнают об этих событиях из новостей, из средств массовой информации. Все происходит вот так вот подпольно, с какими-то скрытыми договоренностями о том, что кому-то какой-то процент государству... Вот опять же, сегодня нас пытались ввести, но почему-то считают нас всех, извините, грубо говоря, за дураков. И говорят, это только разведка, это там не добыча, ничего. Ну подождите, ребят. Уже что-то подобное разведывалось 20 лет назад. 50 лет под разведку? Если разведка, то почему 50 лет? Почему не месяц, не два, не полгода, не год? Почему 50 лет? И при чем здесь 1% от прибыли? От прибыли разведки, разведка сама по себе не приносит прибыли. То есть опять же, ощущение, что нас разводят, я повторюсь, как аборигенов. То есть, ребят, вы там на 50 лет дайте, мы разведку сделаем, но мы не будем добывать ничего. Ну мы же прекрасно понимаем, что готовят площадку по то, что те, кто имеет 50 лет под концессию, они имеют определенные юридические права. И они потом в случае, если что-то будет обнаружено и будет добыча уже непосредственно, они потом в любом арбитражном суде международном просто аборигенов поимеют, как хотят, извините за грубое выражение. Поэтому мы категорически против, мы потребовали, чтобы пришли представители правительства в парламент и отчитались, что это за концессия, какие условия, какие условия открытые, какие условия скрытые, для того, чтобы люди знали, что происходит. Но мы видим, что и это наш анонимный парламент не проголосовал, не поддержал эту инициативу. Хотя людей очень беспокоит, в том числе и это беспокоит и избирателей нынешней власти, это беспокоит и самих многих депутатов из этой анонимной коалиции. Эксперты бьют тревогу, потому что страна находится на территории сейсмичной зоны. Ну да, добыча сланцев газа, что делала в ранче, вот сколько там, 170 или 180 уже толчков было зарегистрировано с начала года. И давайте мы еще и у себя в Кагуле начнем добывать этот сланцевый газ. Но мы тут можем развивать, конечно, не хочется заниматься страшилками, у людей так же есть трудное. Но, конечно же, это все очень опасно. Я не хочу развивать вот эту цепочку, потому что мы можем привести примеры стран, где вначале начали добывать, а заканчивалось-то все почему-то военными действиями. Да, ну, еще одно событие вот с этого дня. Я так наблюдаю за тем, как начиналось заседание парламента, я думаю, что не единственный, кто обратил внимание на такую сенсацию. Фракция ДПМ пополнилась. В общем-то, это прогнозируемо, но тем не менее, пополнился 14 депутатами, перебежчиками от партии социалистов, создавшие социал-демократическую платформу. И вот сегодня мы стали свидетелями то ли похорон социал-демократической платформы, то ли, в общем-то, формирование новой мощной фракции в парламенте. Что это, по-вашему, было? Ну, конечно, Занислав, это никакая не сенсация. Это аккезиция Демпартии уже довольно давняя. То есть мы прекрасно понимаем, что приобреление этих депутатов раньше и голосовали, они исправно весь этот период времени не создали ни одной технической помехи партии демократов. То есть работают ювелирно, работают как часы, любую инициативу, голосуют раньше демократов. Но сегодня уже состоялась, то есть у них была предварительная помолвка. Сейчас узаконенный брак. А сегодня уже узаконенный брак. Но как бы они даже в период помолвки уже исполняли свои супружеские обязанности довольно исправно. Для чего это сделано? Ну, я думаю, здесь помимо просто пиара, потому что сегодня в парламенте при помолвке присутствовал и крестный отец, был Владимир Плохотнюк сегодня в парламенте. Для чего это сделано именно сегодня? Я думаю, в свете определенных скандальных инициатив Демпартии. Им надо иметь формально треть для того, чтобы выдвигать некие инициативы, касающиеся изменений, вплоть до изменений в Конституции. И с точки зрения законотворческих процедур, им нужно просто иметь в любой момент под рукой вот эти 34 голоса. А на самом деле у нас тут только у избирателей должен быть только один вопрос. Две трети фракции партии коммунистов, ровно две трети, 14 из 21, чем люди, которые, я вот сегодня написал, 8 членов политисполкома, чтобы вы понимали, это высший орган в партии коммунистов, орган оперативного управления, орган, который проводит кадровый политик, орган, который формирует списки депутатов парламента и предлагает их на утверждение Центральному комитету. И вот такая мощнейшая делегация, исполнительный секретарь партии, руководитель фракции, Виолетта Иванова, и они вот вышли из фракции партии коммунистов и наконец-то вот оказались в Демпартии. Ну, почему-то создается ощущение и уверенность в том, что это, безусловно, согласованные действия, и этих товарищей делегировали, делегировали в парламентское большинство, потому что мы до этого помним попытка подставить плечо голосования за Канду, голосования за Габурича, а после этого просто для того, чтобы они могли сохранять некую оппозиционную повестку дня, но чтобы при этом власти не было проблем, пожалуйста, 14 депутатов, чтобы власть чувствовала себя комфортно, а мы вот оставшимися семьей депутатами, вот мы вот проводим оппозиционную повестку дня. Я думаю, что здесь определенная игра, и чувствуется согласованность действий, и я бы назвал вот то, что произошло сегодня политическими похоронами партии коммунистов. Ну вот, вы сказали о том, что необходимо Демпартии располагать как минимум третью голосов для того, чтобы инициировать законодательные, то есть инициировать проекты, которые способны изменить действующее законодательство. Не кажется ли вам, что это одна из целей, вот изменить избирательное... Да, это надо рассматривать в комплексе, конечно. Законодательство. Это надо рассматривать в комплексе, они сегодня смогут 34 голосами в этой фракции, они смогут инициировать изменения в законодательстве о выборах, в кодексе о выборах. То есть для того, чтобы перейти к одномандатной системе избирательной? Для того, чтобы перейти к одномандатной системе, абсолютно верно. Ну, об этой необходимости, или вот об этом проекте говорил и представитель Демпартии, господин Плохотнюк. Вот ваша позиция вообще по изменению избирательной системы. Есть ли необходимо сегодня что-то менять в этой области, в нашей стране? Конечно, в нынешних условиях. В пользу кого это может произойти? Это абсолютно скандальная инициатива. Но чем она вызвана? Понятно, ребята хотят удержать власть, они прекрасно понимают, что в нынешней системе партийной, в нынешней электоральной системе у них нет никаких шансов сохранить власть. Они вот когда видят опросы для них, опросы вызывают состояние легкого шока, холодного душа. И они прекрасно понимают, что у них при нынешней системе не будет никаких шансов сфорировать большинство в будущем парламенте. Соответственно, им надо что-то менять. И они видят вот такую систему, систему, которую они уже опробовали. Опробовали в том числе и в Гагаузии на независимых депутатов. Опробовали при избрании председателей районов, в большинстве районов Республики Молдова. Гораздо проще иметь дело с одним депутатом из территории. Он гораздо более уязвим, он гораздо более договороспособен. Понятно, что система сегодня это утопична. Вот говорят там людям, избирайте депутата, увольняйте депутата. Но депутат это не игрушек, это не водитель. Если это человек, который должен заниматься законотворческой деятельностью, должен идти против бизнеса, против интересов каких-то групповых, частных, этот человек должен быть достаточно независим в своих действиях. У него должны быть законные гарантии. А так превращается это все в какой-то кукольный театр. Плохая игрушка, ну сняли его, назначили другую игрушку и так далее. Но здесь огромное количество вопросов. В условиях Молдовы государство крайне коррумпировано и политически коррумпировано. Депутаты при этой системе превратятся просто в некий товар, в некий предмет рынка, торга и так далее. Кто будет иметь больше возможностей, сумеет купить и перетянуть на свою сторону, пролоббировать большее количество депутатов. Очень опасно. В цепочке событий, которые происходят сегодня на площадке пленарных заседаний, на площадке парламентской жизни, обращает на себя внимание тот факт внезапного отзыва закона об амнистии. Он просматривался в комиссиях, уже начал прорабатываться, и вдруг его один из авторов решил отозвать по неким техническим причинам. На ваш взгляд, в чем техническая причина этого отзыва? Причина в том, что данный проект вызвал огромный шквал критики со стороны экспертов, со стороны общества, со стороны политических партий. И они решили просто на фоне других скандалов и проблем не создавать еще один, либо нивелировать его. Понятно, что тут не решили с миллиардами, не вернули украденные миллиарды, тут его перевели в публичный долг, и тут амнистия. Но для чего делается амнистия после кражи миллиардов, пока мы не разобрались с ситуацией, не навели порядок? Но делается для того, чтобы кто-то мог ощущать себя комфортно, чтобы кого-то не могли брать за какие-то места. Но они решили его отозвать самостоятельно, для того, чтобы немножечко ослабить градус напряжения в обществе. У них есть, видите, сейчас другие задачи. У них сланцевый газ, у них МВФ, у них оптимизация, ликвидация ряда районов, у них повышение пенсионного возраста. И самое главное для них сейчас вот эта система выборная, чтобы изменилась. Поэтому они решили хотя бы здесь вот тактически снять напряжение. Но амнистия, не амнистия, они и так чувствуют себя очень комфортно. Мы видим, что власть сегодня контролирует не только то, что подконтрольно парламенту по закону, правительство, какие-то еще другие структуры. Власть сегодня, к сожалению, контролирует и юстицию. И поэтому прекрасно понятно, что в любом случае никого из них сегодня дергать не будут. И поэтому вопрос амнистии они могут рассмотреть несколько позже, вернуться к нему. Ну, вот дальше что тогда? Смотрите, закон по миллиарду, я так понимаю, не найдет достаточного количества голосов поддержки для того, чтобы инициатива президента прошла. С инициативами, отдел партии по изменению законодательного кодекса о выборах перспектива такая, что, в общем-то, будет ломать через колено нашу Конституцию. Вот все-таки дальше что? Что будет предпринимать партия социалистов на вот этом фоне, который сегодня назвать комфортным никак нельзя? Мы ожидали подобного сценария, мы ожидали подобные события, и поэтому мы готовили заведомо определенные действия. Сегодня у нас есть сценарий проведения двух референдумов, и президент при всех тех условиях, что максимально пытаются у него отнять полномочия, но мы сегодня через его полномочия, которая прописана в законе, вот президент имеет право инициировать референдум. Мы будем отменять решение по миллиардам, закон правительства будем отменять через референдум. Мы уверены, что люди это поддержат, и мы как минимум вернемся в проблеме с миллиардами к нулевой позиции. То есть это не публичный долг. Должен начать свою работу Совет Безопасности предпрезиденте, который вошел, вошли компетентные люди, и экономический совет предпрезиденте, в который вошел бывший гувернатор Национального банка Леонид Толмач. И мы начнем, президент начнет через свои полномочия разбираться с миллиардами. Вот это задача номер один, то есть обнулить ситуацию с решением правительства и начать независимое расследование с использованием полномочий президента. И второе большое направление и потенциальный референдум – это изменение Конституции для того, чтобы у президента было больше полномочий. Люди, благодаря последнему Думу заседания парламента, еще раз увидели, что парламент сегодня абсолютно неадекватен и не готов прислушиваться к мнению людей. И поэтому мы сегодня в глазах людей продемонстрировали, что мы исчерпали парламентские методы, и нам нужна их поддержка через референдум. Что касается изменения Конституции в части полномочий президента, второй референдум, но здесь нам, конечно, важно сообщить людям одну вещь – мы не собираемся ломать парламентскую республику, как минимум на этом этапе, потому что все-таки актуальна сегодня идея президентской республики в условиях нынешнего парламента. Мы видим, что в Белоруссии при сильном президенте можно вести порядок, и закон работает, и экономика развивается. Мы видим наш парламентаризм пресловутый. Но, тем менее, сегодня на данном этапе мы не ставим вопрос об изменении статуса парламентской республики. Мы будем просить у людей изменения Конституции только по вопросу полномочий президента в части распуска парламента. Я думаю, что здесь мы однозначно сумеем найти общий язык с большинством людей, граждан, в том числе и с теми, кто голосует за другие политические силы, политические партии. Я думаю, что это показывают все опросы. Абсолютно большинство граждан поддерживает идею того, чтобы президент имел возможность распустить данный парламент. В дебатах парламентских по изменению закона о миллиарде сквозило центральную линию, что это сильно изменит отношение к нашей стране от Международного валютного фонда. Следует ли опасаться такого развития событий, что МВФ вдруг отзовет свое соглашение, изменит полностью формула общения с Молдовой, в случае, если удастся отменить закон о возврате миллиарда посредством наших кошельков? Давайте так. Президент уже провел переговоры с МВФ, он их предупредил о давных инициативах. При всем, при всех наших вопросах, при всем нашем отношении к МВФ, мы должны вести диалог с внешними партнерами, мы должны быть абсолютно адекватными. Игорь Николаевич, он предупредил уже их о данной инициативе. Давайте так. До 2008 года Республики Молдова не было в СМВФ, не работало правительство СМВФ. И нормально имели мы стабильную банковскую систему, имели стабильно развивающуюся экономику, имели стабильную социалку, стабильные инициативы, имели нормальное повышение пенсии и зарплат при контролируемой инфляции. И поэтому Республика Молдова может существовать и развиваться при разумной и нормальной власти и без этой структуры. Но как бы то ни было, мы им, мы донесли до них свою позицию. Как бы то ни было, с МВФ надо вести переговоры с позицией национальных интересов. То есть, если нам нужно какое-то кредитование для развития, это одно. Если нам нужно проедание, это другое. Но в любом сценарии МВФ не должен навязывать нам такие требования, как сокращение районов, как закрытие школ, как сокращение социальных расходов, расходов на медицину, образование, как повышение пенсионного возраста. Для нас это для социалистов всегда будет категорически неприемлемо. Поэтому нас не должна сейчас беспокоить очень сильно реакция МВФ. Для нас очень важна поддержка людей. Для чего понадобился МВФ с последней программой? Украли миллиарды, образовались проблемы. Власть ничего у меня не нашла, чем обратиться за дополнительным кредитованием. Если бы мы работали по-другому и начали реальный возврат украденных денег, то, поверьте, Станислав, у нас не было бы никакой необходимости в кредитовании. Никакой. То, что мы там просим, какие-то несколько сот миллионов долларов в течение какого-то количества лет, нас украли больше миллиарда. И дыры в бюджете могло бы и не быть. То есть, фактически нас обокрали. Обокрали. Эту кражу перекинули в публичный долг. Под эту кражу кредиты МВФ на драконовских условиях. И под эту же кражу, кражу нас еще и ставят в разные позиции. Ну, как-то здесь чьи угодные интересы есть от наших местных олигархов до МВФ. Но нет здесь интересов людей, нет интересов граждан Республики Молдова. Если отойти немного от парламентской жизни, планы партии социалистов, их политические планы социалистов, вне парламентской платформы, на чем будет партия работать? План только один. Укрепление партии, укрепление на местах, мы очень активизировались в территориях. Укрепление территориальных структур, привлечение активных граждан для того, чтобы мы провели успешно досрочные парламентские выборы. У нас сегодня одна задача спровоцировать эти выборы и убедительно на них победить. Во власти должна быть, безусловно, одна партия. И рейтинги показывают, что сегодня у партии социалистов это доверие есть. Опыт последних семи лет показал, что такое коалиционное правление, что такое коалиционное правительство и что такое коллективная безответственность. Опыт показал, что такое коллективное беззаконие. Поэтому наша задача спровоцировать выборы. И партия готовится к досрочным парламентских выборам с тем, чтобы мы убедительно на них победили, с тем, чтобы мы могли сформировать единую вертикаль власти, президент парламентской фракции и правительства, с тем, чтобы мы могли проводить здоровую и правильную политику, с тем, чтобы мы могли навести порядок в своей юстиции, с тем, чтобы мы могли навести порядок с теми, кто грабил это государство 7 лет, и с тем, чтобы мы немножко возродили экономику, наладили отношения, улучшили экспорт, чтобы заработала экономика, чтобы были какие-то собственные средства. Тогда нам и МВФ не понадобится, и тогда мы сможем и самостоятельно как-то дышать, без того, чтобы нам кто-то навязывал какие-то условия. Поэтому сдача партии социалистов одна – это подготовка партии к досрочным парламентским выборам. Каковы шансы на то, что неочередные парламентские выборы произойдут? Ведь понятно, что ваши политические оппоненты для себя четко осознают. Растущий авторитет партии социалистов – это прямая угроза их жизни. Существование в политической жизни как минимум. Не буду затрагивать другие человеческие биографии, как могут сложиться. Вот на этом фоне. Насколько велики шансы? У нас сегодня дорожная карта только одна – это референдум, это изменение Конституции. И это надежда на то, что люди очень массово, очень убедительно поддержат президента, чтобы он получил полномочия по распуску парламента. Это единственный правовой, это единственный конституционный метод. И мы обязательно должны найти реализацию именно такого правового конституционного метода, иначе государство погрязнет в совершенно других процессах, и это хаос. Мы должны удержать ситуацию в правовом поле. Нашим оппонентам сегодня, к сожалению, выгодно какие-то демарши, какие-то антиконституционные, какие-то антизаконные действия, потому что у них вот тут центр НАТО, у них соглашение с Румынией, у них какие-то инструменты, то есть их задача где-то нас сбить с поиска правового метода. Но мы должны, так как мы государственники, найти возможность соблюдения закона, конституции, найти правовые методы для того, чтобы людям вернулось их право на суверенитет посредством референдума. Под занавес вопрос, ну, будем говорить, чтобы расширить географические границы нашего разговора, не так давно состоялось заключение соглашения, или, так сказать, намерение заключить соглашение с единой партией, с единой Россией, извините, уже тут тоже усталость берет вверх. И, в общем-то, международные перспективы партии социалистов в отношении расширения связей с партнерами. Ну да, надо признаться, что помимо тех задач внутрипартийных, которыми мы сегодня активно занимаемся с Азианитровной Гречаной, и она очень много внимания уделяет организационно-партийному строительству, организационно-партийной работе, то есть очень так системно, четко по каждому району, по каждому населенному пункту, по каждому руководителю. Но у нас, помимо вот этой работы, большое количество времени уходит на работу, так скажем, по внешним связям. Потому что интерес к партии социалистов очень резко, после победы на президентских выборах, очень резко вырос, и международное внимание к партии социалистов очень высокое. Вот мы только на последнем съезде заключили соглашение еще с четырьмя партиями, да вот, и с Востока, и с Запада, с влиятельными довольно партиями. Готовится у нас сейчас подписание соглашения с рядом очень крупных организаций и структур. Это, во-первых, Единая Россия. Зима Туровна-Гречанов встречалась с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, премьер-министром, который сегодня возглавляет партию «Единая Россия». Подписание соглашения намечено на апрель. Второе по значимости у нас события – это подписание соглашения с Компартией Китая. Очень крупная, очень авторитетная, очень серьезная структура. Мы уже получили приглашение в целях подписания данного соглашения о межпартийном сотрудничестве посетить Китай и подписать его в Пекине. Третье крупное мероприятие здесь состоится – подписание межпартийного соглашения с правящей партией Турции. Там возглавляет ее премьер-министр Турции сегодня, партия пропрезидентская, партия, которая поддерживает господина Эрдогана. Но возглавляет ее сегодня премьер-министр. У нас уже есть принципиально с ними договоренность, остается лишь подписание. Помимо этого, есть еще ряд инициатив от ряда партий европейского пространства. Есть инициатива даже, чтобы вы понимали, от соцпартий Бразилии, в том числе и от кубинцев есть предложение. Есть предложения другие с Востока, вплоть до Северной Кореи. И на самом деле у нас большое количество времени уходит на эти внешние контакты. Мы должны определить для себя приоритет, конкретную рабочую повестку дня с каждой из этих партий. Но я уверен, что впереди нас ожидают очень много таких интересных событий, как партию. В том числе и 1 июля партия социалистов будет отмечать свое 20-летие. Мы планируем очень крупное мероприятие, на котором будут присутствовать и гости из России, из Китая, из Европы, из Азии, с Латинской Америки. И я думаю, что для партии социалистов летом, 27 июня у нас это 20-летие, юбилей. Для нас это будет, конечно, очень серьезное событие, очень знаковое и очень интересное. Будем следить. Последний вопрос. Майские праздники. В общем-то, близится. Как будет? Традиционно 1 мая мы проведем колоссальный большой митинг, традиционный, с двумя маршами, двумя красивыми колоннами. Состоится митинг, на котором, не смогу раскрыть скобки, мы собираемся анонсировать кое-какие очень важные инициативы из тех, о которых и мы сегодня с вами говорили. Мы планируем, что на нашем митинге, не исключено, что и марш во главе будет и президент республики. Но 1 мая это наш традиционный социалистический праздник. Ну и 9 мая мы готовим очередной, так скажем, марш «Бессмертный полк». Десятки тысяч граждан нашей страны, как и предыдущие два года, выйдут с портретами своих предков героических. И мы воздадим дань памяти, памяти тем людям, которые даровали нам свободу, которые даровали нам мир. Все, в принципе, традиционно, традиционно в стиле наших мероприятий. Ну, тем не менее, я спрашиваю это еще и потому, что часто общаясь с нашими телезрителями, ведь вопросы эти звучат, ведь никто не хочет, большинство граждан Молдовы, вот они тревожно смотрят на процессы, происходящие в стране, и крайне заинтересованы в том, чтобы не прерывалась вот нить поколений, и чтобы нас не уводили в область, где разговоры о том, что мы не страна победителя, страна проигравшая, не возобладали в умах молодых поколений. И тем самым вот эта нить может прерываться, ведь это важно даже с точки зрения существования самой Республики Молдова, потому что именно так можно будет, сформировав патриотически настроенных молодых людей, суметь доказать право на государственность, утвердить это право на государственность, потому что сегодня мы видим, как оно подвергается тем или иным ударам. Вот эти инсинуации и предложения назвать на старом румынским государством, предложения объединить два государственных программы, 2018 год никто не отменил, на сегодняшний день звучат они и сегодня, на либеральном фланге политического поля Молдова, с этим еще предстоит, наверное, сражаться. И сегодня вот инициатива по сохранению истории государства, как раз, мне кажется, является передовыми на поле политической борьбы. И хотелось бы, чтобы зрители, поэтому часто обращаясь к нам, говорят, вы как-то, в общем-то, сообщите нам о том, как это все будет происходить. Ну, безусловно, это остается первым номером в списке наших приоритетов. Именно с этой целью мы провели на прямых президентских играх своего рода референдум, и абсолютное большинство граждан, да, вы еще никогда столько не голосовали за президента, никогда столько людей не голосовало ни за одну политическую партию, да, более 800 тысяч человек, ни за одного кандидата. И мы уверены, что люди, и мы воспринимаем эти выборы как своего рода референдум, референдум в пользу молдавской государственности. Люди проголосовали очень четко за президента государственника, за президента, который четко заявил. История Молдовы, молдавский язык, молдавская самобытность, православие. И абсолютное большинство граждан поддерживает эту повестку дня. Да, конечно, есть очень серьезные силы. Наш оппонент сегодня очень серьезен, очень силен, очень хорошо организован, очень системен, очень циничен. На нас отрабатывают сегодня очень серьезные технологии. Пытаются, да, вот проводить идеи реваншизма, переосмысления, переоценки исторических событий. Пытаются размыть наше сознание, нашу самобытность, то, что делает нас народом. Но мы уверены, что молдавский народ — это мудрый народ, он помнит свою историю, это народ, у которого не только сильная вера, там, православие, но и сильное общественное сознание, сильная историческая память. Люди прекрасно понимают, что сегодня агрессивное меньшинство, хорошо организованное, пытаются что-то навязывать. Но я абсолютно уверен, что мы, партия социалистов, и все эти сотни тысяч людей, которые нас поддерживают, мы не допустим никогда, во-первых, никаких серьезных действий в пользу лишения нас государственности. И мы готовы ее защищать всеми методами, и мы обязательно ее защитим. И помимо того, что есть четкая позиция, но делаются и конкретные шаги, Игорь Николаевич Додон сумел объединить большое количество государственников, патриотов, в том числе и хороших, грамотных, компетентных историков, которые недавно вышла очередная эдиция «Истории Молдовы», на этот раз в трех томах. То есть проведена большая работа по систематизации исторических архивных материалов. Сегодня у нас есть хорошие материалы, которые мы можем продвигать и в учебных заведениях, и чем мы сегодня занимаемся. Что касается 9 мая, мы должны понимать, что это не только мероприятие 9 мая, когда мы должны выйти и провести традиционный марш, поэтому партия социалистов поддержала и вошла в постоянный координационный комитет, оргкомитет, который был учрежден совершенно на медне. Первое заседание учреждения прошло в Российском центре науки и культуры. Был создан оргкомитет из десятков серьезных общественных организаций. Был избран руководителем Алексея Петровича, человек, который не один год занимается защитой исторической памяти, в том числе и захоронения, в том числе и памятники, другая деятельность. Этот оргкомитет поставил задачу по работе с учебными заведениями, по работе в населенных пунктах, будет охвачена постоянно вся республика. И почему я рассказывал об этом оргкомитете, это постоянный координационный комитет. То есть и в его задаче стоит не просто подготовка марша 9 мая, но и все те мероприятия, вплоть до акций и прямого действия, вплоть до каких-то инициатив законодательных, которые будут защищать нашу историческую память. Очень хорошо, что люди начали объединяться, очень хорошо, что у людей появился подъем, и люди чувствуют, что если они объединятся, они могут не только избрать президента, но они могут и что-то принципиально поменять. Поэтому будем работать вместе с людьми, плечо-плечо, рука об руку. Безусловно, будут еще проблемы у нас, проблем очень много, но мы обязательно защитим свою историческую память и защитим нашу государственность. Спасибо за эту беседу. Я думаю, зрителям не ускользнуло напряжение нынешней весны, которое сказывается и на нашей беседе, и на ее темпе. Но тем не менее, мы, журналисты, не будем сбивать темпа, будем дальше следить за политической жизнью страны. И вам же искренне желаем, чтобы этот темп и накал желания изменить жизнь Республики Молдова к лучшему не оставлял и вас, потому что, как показывают и опросы, и как показало голосование по президенту, самые лучшие свои надежды граждане Молдовы связывают именно с партией социалистов. Желаем их оправдать. Спасибо, Станислав. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был депутат парламента, исполнительный секретарь партии социалистов Влад Батренча. Следите за эфирами, будет интересно. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова